Всем привет! В прошлый раз мы с вами разбирали рацион Джейсона Степхэма. Сегодня очередь дошла до Росомахи или до Хью Джекмана. Но прежде, чем мы перейдем к разбору его рациона, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы откликнулись на мою просьбу и присылали в комментариях свои рецепты того, что можно приготовить и заморозить в мороженице. Раз пока эта мороженица находится в нашем распоряжении, мы можем экспериментировать и попробовать всякие интересные вещи, желательно, конечно, белковые и спортивные. С этой точки зрения я и рассматривал те рецепты, которые вы предлагали. Значит, несколько было интересных рецептов. Тот, который мы будем сегодня пытаться приготовить, шел под кодовым названием швейцарское мороженое. Значит, из ингредиентов в этом мороженом 150 граммов низкожирного творога, 150 миллилитров низкожирного молока, 5 яичных белков, какао, заменитель сахара. Заменитель сахара – это то, что я никогда не использую, но сегодня готов проэкспериментировать. Единственное, ребят, я положу чуть меньше, чем было написано в рецепте присланном, потому что одна даже таблеточка этого заменителя сахара, как она дает сладость, как одна ложка настоящего сахара. Вот, плюс какао тоже достаточно насыщено простыми углеводами. По крайней мере, тот вариант какао, который у меня оказался сейчас на столе. Я не знаю, все ли виды какао столь насыщенные простыми углеводами, я не пью какао. Вот, ну, в общем, будем использовать это. Короче, что тут рассуждать? Поехали, сделаем. Итак, швейцарское мороженое по вашему заказу здесь, на этом столе, будет приготовлено. Начинаем процесс с взбивания 5 яичных белков. Топором надо разрубать. 5 яичных белков – это уже неплохой задел. И поехали. Вот, это самое крутое, Викторик, когда в облака превращается. Ну вот, белки готовы, я думаю. Так, значит, взбитые белки пока положу в сторонку. Теперь следующий этап. По рецепту, который я тщательно изучил в ваших комментариях. 150 граммов творога нам нужно смешать с теплым молоком. Молоком мы нагрели. Итак, 150 миллилитров молока и 150 миллилитров творога мы должны превратить с вами, как было сказано в рецепте, в единую массу. В единую массу, типа кефира, чтобы получилось, как кефир в итоге. Ну, так оно и будет. Пока у нас молоко смешивается с творогом, мы должны положить сюда 4 ложки какао. Ребят, но я сразу вам говорю, в этих 4 ложках какао сахара практически как в 4 ложках сахара. Именно в этом какао, по крайней мере. После добавления какао, еще было сказано добавить 6 таблеток сахарозаменителя. Друзья, давайте ограничимся тремя. Я на этот счет хочу вам что сказать. Приучайте себя к менее сладким вкусам. Даже если взять обычный сок, у которого 11-12 граммов фруктозы на 100 миллилитров. Разбавляйте его один к одному с водой. Я делаю именно так и приучил себя к 5-6 граммам углеводов на 100 миллилитров. Ладно. Теперь в получившуюся вот эту вот, значит, творожно-молочную массу мы кладем приготовленные белки. И опять все это дело перемешиваем. Такое швейцарское мороженое, ты смотри. В Швейцарии людям явно много свободного времени. Это как-то пожиже становится, кстати, с яичными белками. Они вообще живут вместе, дружат, эти вещи. Диколь, как ты считаешь? Думаю, что да. Ну вот, ребят, полученную массу заливаю в мороженое. Здесь порядка 50 граммов белка. Объем вообще небольшой. Углеводов. Здесь 30 граммов углеводов. Поехали. Ну вот, ребят, пока аппарат работает и нам готовят порцию швейцарского мороженого, которое, я надеюсь, будет вкусное, поговорим о росомахе. Ну что я вам могу сказать? Ю Джекман молоток, без всяких сомнений. Особенно в моменты сильных чрезмерных напряжений вены вздуваются на грудных мышцах, на руках. То есть видно, что человек суперсерии точно делает. Это мы с вами уже не раз обсуждали, от чего появляется повышенная венозность, конечно же, от низкого процента подкошного жира, от многолетних тренировок и от интенсивных тренировок. То есть одного подхода на 6-8 повторений недостаточно. Нужно тут же добить. Либо сделать стриптиз, либо сделать суперсерию, либо после тяжелого движения добавить легкое, изолирующее, погонять, погонять кровь. От этого кровоснабжение мышц увеличивается, и поэтому появляется та самая венозность. Итак, Ю Джекман. Значит, рост 6 футов 2 дюйма, это 188 сантиметров. Вес фильму «Росомаха» целью было 200 фунтов, то есть 90 с половиной, 91 килограмм. Процент жира, на мой взгляд, визуально 10-11, но хорошая венозность, то есть хорошая проработка, есть глубина. Ю Джекман. Первое. Придерживается такой странной штуки, которая называется «16-8-пэстки». Это значит «голодание 16-8». Хитрое название, на самом деле идея предельно проста. В сутках 24 часа. Сутки условно делятся на 16 и на 8. В 8 часов человек ест, в 16 часов человек голодает. То есть, на самом деле, диета следующая. Пища принимается лишь с 10 утра до 6 часов вечера. На завтрак в 10 утра Ю Джекман съедает порцию овсянки и добавляет к этому протеиновый коктейль. Дальше. У него идет тренировка. После тренировки идет второй прием пищи, который состоит из бурого риса, из сладкого картофеля и куриных грудок. Дальше. Никаких углеводов после 3 часов дня. Только овощи и куриные грудки, либо протеиновый коктейль. Белки Ю Джекман получает преимущественно из двух источников. Из протеиновых коктейлей, это сыворочный протеин и казеиновый протеин. И из куриных грудок. Причем куриных грудок за день 11 штук. Ю Джекман признается, что ненавидит куриные грудки, но продолжает насильно их есть. Он воспринимает поедание куриные грудки как подход в спортзале. То есть, он говорит себе, ну давай, Ю, давай еще половинку, давай еще пару укусов. То есть, Ю Джекман сам признается, что он по природе своей не едок. И ему с огромным трудом удается съедать нужное количество пищи, в первую очередь, нужное количество белков. Будучи худощавым по природе, Ю Джекману стоило огромных усилий набрать ту мышечную массу, которую мы видим на экране. И теперь становится понятным, что это все не только благодаря усилиям в тренажерном зале, но и усилиям за кухонным столом, где он просто заставляет себя сделать каждый следующий укус этой куриной грудки или выпить каждый следующий протеиновый коктейль. До чего даже доходит, что, кстати, противоречит сказанной прежде идее 16-8. Ночью, если вдруг он просыпается, он хватает рядом с кроватью протеиновый коктейль, делает несколько глотков и засыпает обратно. То есть, у него всегда где-то на прикроватном столике стоит готовый протеиновый коктейль для того, чтобы, если вдруг ночью, это со всеми бывает, да, люди просыпаются ни с того ни с сего, рука тянется, и он выпивает протеиновый коктейль. Все ради чего, ребят? Чтобы догнать до этих 3 граммов на килограмм веса тела. Трех, заметьте. К фильму «Росомаха», который вышел на экраны недавно, его целью было 200 пунктов, то есть 91 килограмм и 260 граммов белка в сутки. Это почти 3 грамма на килограмм веса тела целевого. Опять же, верю или не верю, я лично в эту диету. Равно как и в диету Стетхэма. Ребята, я верю, потому что знаю, что многие люди так питаются, я сам лично знаю таких людей. И эта форма физическая возможна. И самое главное, поддерживать сухость возможно и получится лишь в случае постоянного контроля над углеводами. Все, мороженое готово, типа. Швейцарская музыка, видимо, была, да? Не прошло и получаса. Я хочу пригласить Вику, для того, чтобы она тоже попробовала. Ну чего? Я могу тебе попробовать. Давай, давай, пробуй. Значит, ребята, не пробовали предварительно. Сделали по вашему рецепту наугад. Ты удовольна? Угу. Ребята, ну что мы можем сказать? Спасибо за угощение. Если бы не ваши рецепты, мы бы не знали, что сегодня сделать. Хотя нет, мы бы, конечно, знали. Но в любом случае, спасибо. И пишите свои вопросы. Рекомендуйте следующих звезд, которые находятся в отличной физической форме. Так что до встречи. Пока. В этом швейцарском марте... Так, ну вот, желток маленький попал. Ну ничего? Да я думаю, ничего. Нормально. Тут такая взбивательница у нас, что давай я лучше не буду разговаривать, пока я разбиваю желтки. Настоящая горилла не может одновременно разбивать белки и разговаривать. Это две слишком сложные задачи. Вот ты, кстати, забываешь все время, что это примитивное существо. И ожидаешь от меня... Да и не только ты, кстати. Наши зрители тоже ожидают от меня столько комментариев, столько замечаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова